Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов» у микрофона Максим Курников и вместе со мной в студии руководитель автономной некоммерческой организации Шашире Салават Хамедурин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о роде с названием целого народа. Кыргыз. Обычно, когда говоришь род Кыргыз, а что, это те Кыргызы, что ли, эти, а что там? И сразу вопрос, какое отношение к тем Кыргызам, то есть к современным Кыргызам, которых мы знаем в Средней Азии, при Теньшане, которые, значит, живут. Ну, всё по порядку. Башкирые роды Кыргыз населяют запад нашей республики, территорий современного Бакалинского, Илишевского, Краснокамского, Туймазинского, Шаранского районов, а также Актанышского и Бавлинского и Ютазинского района республики Татарстан. Большой какой род? Ну, да, такой крупный род. А кто они такие, что такое? Это, в общем-то, большая научная дискуссия в своё время существовала. Если кто знает, был такой русский выдающийся исследователь, путешественник, востоковед Грум Гражемайло, географ. У него там даже была такая работа белокурая, там, раса Азии. И вопрос он поднял, один линых, и так далее, значит. Потому что по китайским источникам, по очень древним, на границах с Китаем жили расы людей, в общем-то, европеоидного облика. Для нас не загадка-то во многом, потому что и сарматы, да, это всё европейские племена, которые... И вот как раз вот эти кыргызы, которых мы знаем, да, вот как раз и относились вот к той европеоидной расе. Какие коллизии истории возникают, да, вроде бы сейчас. Кто бы сказал, что кыргызы в древности... У нас кыргыз, это понятно. Значит, человек такой, в общем-то, определённого, да, расового типа, там, монголоидного и так далее, да. В общем-то, в древности было совсем по-другому. Было племя, значит, кыргызов на территории современной Хакасии, да, Минусинская впадина, и очень было у них развитое государство. Были и города, поливное земледелие, ну, много чего хорошо, наверное, рассказали бы об этом археологи. Ну, вот какое описание осталось о них. Хроника Таншу описывает кыргызов, которые вот жили, значит, в верховьях Енисея. Народонаселение простирается до нескольких сот тысяч. Представляете? То есть, это для эпохи античности или там раннего Средневековья, это огромный народ, несколько сот тысяч. Строевого войска 80 тысяч. Почва там летом болотистая, зимой много снега. Жители вообще рослые, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Чёрные волосы считались нехорошим признаком. Они горды и стойки, храбрые из них татуируют руки себе, а женщины по выходе замуж татуируют себе шею. Я так понимаю, что этот народ, ну, потомкам этого народа, это современные хакасы. Сейчас мы к этому вернёмся. Первый месяц в году называют мауши, ай. Ай значит месяц. Вот это известие говорит, что они были тёркоязычные. Тёркоязычные, да. Да, тёркоязычные и так далее. Вот эти кыргызы, они известны ещё со времён гуннов. В общем-то, первое известие о кыргызах, наверное, относится к третьему веку до нашей эры. Родовая номенклатура, если мы будем исходить чисто таких номиналистских позиций, вот это, наверное, она одна из самых древних, да, вот этих родовых структур в составе башкирского народа, коли кыргызы упоминаются аж в третьем веке до нашей эры. Жили-жили себе, последовательно входя в состав различных империй. Сначала, значит, империи гуннов, потом, значит, в раннем средневековье в состав империи тюрков. Не зря же называется Архон-Енисейская письменность. Вот Архонск – это понятно, это река Архон в Монголии, это, собственно, тюркская. А Енисейская письменность – это кыргызская письменность в верховьях реки Енисея. Тоже те же самые буквы, там небольшие отличия. Много о себе там памятников оставили именно на каменных стеллах. У них, кстати, были и бумажные документы, но, понятное дело, все это не сохранилось. Как тюркские бумажные документы, так и кыргызские. Чисто территориально и источники, и вообще какие-то их там торговые связи были в основном ориентированы на Китай. Да, в основном Китай, естественно, Китай, потому что Китай – это вот был, и тогда центр вселенной был, вернее, сейчас, и становится центром вселенной, и тогда это тоже. А тогда, тем более, так скажем, Китай – это вот такое светило, к которому тянулись, как вот эти мошки или там как бабочки, летели на свет, на пламя, и все, значит, вот эти народы погибали. Вот такая метафора, она не мной придумана, она, в общем-то, в тюркских рунических памятниках об этом написано. Вы, там, народы, приближаетесь к Китаю, и потом, значит, ничего от вас не остается. Становитесь сначала зависимыми от Китая в плане материальных каких-то благ, потом ассимилируетесь и, значит, теряете язык, и потом, в общем, от вас ничего не остается. То есть, это проблема не нова. Тюрки, кыргызы и другие народы, которые находились в орбите влияния Китая или рядом с Китаем, это все осознавалось уже, значит, 2000 лет назад. И сейчас так есть, к сожалению. А может, к счастью. Ну, я вот успел, да, пробежаться немножко по истории вот этих кыргызов, которые жили на территории Енисея и современных Акассий. Их, кстати, так и называют, енисейские кыргызы, чтобы не путать с современными кыргызами. Да, да, да. Так вот, я так понял, что у них еще большая история отношений с уйгурами была? С уйгурами. Потом уйгурский кырганат был. Они, значит, входили в состав уйгурского кырганата. Потом в итоге, как всегда, в общем-то, какие-то распри и так далее. И потом, значит, когда уйгурский кырганат начал слабеть, а уйгуры начали слабеть, потому что приняли религию манихейства, в общем-то, которая ближневосточная, такая очень все такое тонкая идеология, которую Лев Гумилев называл антисистемной идеологией, потому что она была мироотрицающей. В общем-то, она привела к ослаблению кырганата, и потом уже кыргызский хан, который сидел на Енисеи. Он захватил его. Да, угрожал, значит, написал ему письмо. Я скоро приду, возьму твою золотую орду, значит, захвачу твое ханство. Ну, собственно, так и случилось. В IX веке кыргызы торглись, разгромили уйгурский кырганат, захватили столицу их, Кара-Балгасум, который, видимо, тоже где-то находился на реке Архон, потом где-то рядом возникло государство Каракарум монгольское, потому что всегда ощущалась вот эта земля как некий политический центр Центральной Азии. Ну, и потом кыргызы, кстати, они не стали, в общем-то, удерживать эти степи Центральной Азии. Они разгромили и обратно ушли к себе. Ну, кстати, был период такой, значит, кыргызского великодержавия. Это всё конец древнего мира, начало Средневековья? Нет, нет. Кыргызское великодержавие – это вот, это начиная где-то, наверное, IX век, условно говоря, там максимальная, так скажем, их вот эта экспансия, наверное, выпала где-то на X-XI век. Дело в том, что был такой историк персидский Абдул-Хай-Гордизи, писал о кыргызах, и, значит, он упоминает Башжурта, которого хазарский Каганат посылал вытеснить Саклаба. И там он даёт пояснение, кого он считает Саклабами. Саклабы вообще славян называли. Термин Саклаб происходит от византийского сколовины. Понятно. С сколовинами, значит, называли византийцы славян, а тут какой-то башкир, башджурт или башгурт. Этот антропоним отражает как бы персифицированный этноним Башкор, да, этот правитель башджурт, который являлся вассалом хазарского Кагана, его посылает вытеснить Саклаба с территории Хазарии. И потом это всё анализировалось, в общем-то, и учёные пришли к мнению, что имелось в виду не славяне, а Саклабы, а дело в том, что Гордизи поясняет, что он Саклабами называл кыргызов за то, что у них, говорит, голубые глаза, значит, и они рыжие. И он потом и подтверждает это. Вот, и вот какой-то башкирский вассал хазарского Кагана, в общем-то, причём он же не пошёл куда-то на Енисей сражаться, значит, с кыргызами. А кыргызы, вот как раз это был период самодержавия, когда кыргызы непосредственно приблизились к Южному Уралу, вот это было приближение. Со стороны Сибири. Да, со стороны Сибири. Со стороны Сибири они до РТШ точно доходили. Потом, кстати, вот по этому источнику Абдул-Хай пишет, что этот башжурт, подружились с этими, с кыргызами и вступили в родство, так что все слились в одно целое. Признаки славянского происхождения ещё заметны в наружности кыргызов. Именно красные волосы и белая кожа. И вот какая-то часть кыргызов, как раз вот в пору вот этих непосредственных, скажем, контактов между башкирами и енисейскими кыргызами, какая-то часть кыргызов, я считаю, откололась. Да, откололась. И вот всё, вот она ушла как бы к нам сюда, в Башкирию, и они вошли в состав башкирского народа. И Шижирея у них там есть своё, его процитировал, привёл в свою работе по истории кыргызов Абрамзон. Одним словом, это у них очень такая большая, я бы сказал, выдающаяся история одной из древних таких этносов, тёркоязычных этносов. Потом у них период был в Великодержаве, потом часть этих кыргызов оказалась в Башкирии. В общем-то, какое отношение к нынешним кыргызам имеет? То есть, мнение такое сформировало, сначала было мнение в советской историографии, что никакого отношения не имеет, и вот, что просто кыргызы этноним прилепился потому, что... А что он означает? Кто его знает, что означает? То есть, нет у нас никаких предположений. Нет, нет, нет. Там всякие есть предположения, кыргыз, как бы 40 девушек или так далее, но это всё, это просто домыслы и предположения, то есть, никто ничего определённо сказать не может. И считалось, что как бы вот эти кыргызы-тианшанские, кыргызам енисейским никакого не имеют отношения. Но я так не считаю, поскольку всё-таки как-то, как-то весь этот этноним передался туда, да, вышли там работы Худякова, которые, в общем-то, доказывают, что какая-то часть енисейских кыргызов отрывалась от основного ядра своего этноса и потом мигрировала на Тяньшань, естественно, объединила там местные какие-то тяньшанские там племена, народности, и дало свою этноним. Это были уже не чисто такие енисейские кыргызы, но тем не менее. Ну, давайте теперь о XVIII, да, там, XVII-XVIII веке поговорим. Какие документы сохранились, кроме Шижере, и, соответственно, что с восстаниями? Ну, документов по ним, я думаю, достаточно сохранилось. Я просто могу сказать, что на каждую программу Салават приносит книги, и книга о роде кыргыз, наверное, самая толстая пока. Нет, есть полностью немножко. Но пока из тех, что приносили. Да. Очень много документов по ним? Документов достаточно, потому что они владели вотчинными землями, и, как правило, все вот эти земельные споры, они отражались в документах, они судились со своими соседями, значит, башкирами Гирейской в области, там, ну, в общем-то, такие взаимоотношения документы 17 века и так далее, там, кыргызы, допустим, оседали на территории Гирейской в области в качестве припущенников, вот, например, вот, село Актаныш есть, райцентр Актанышского района Татарстана, так вот, там, значит, население из кого состоит? Состоит из башкир-вотчинников Гирейской в области и башкир-припущенников Кыргызской в области, вот, как бы, вот, из двух родов сложилось население вот этого, значит, райцентра. Ну, как и весь Актанышский район, в основном, как раз, там, крупнейшие роды на территории Актанышского района, это, значит, гирейцы, кыргызы, ну, и другие енейские еще там башкиры проживают, потомки, вернее, сейчас я не знаю, как они себя осознают, но, по крайней мере, предки у них были башкирыми. Все, наверное, знают певицу Алсу, ее отец Ралиф Сафин происходит из деревни Уяндыково, а Уяндыково – это выселок из деревни Старокыргызово, Елишевского района, вот, они являются башкирами рода Кыргыз. Потом, значит, много деятелей в Татарстане, вот, как раз, и по происхождению башкирами рода Кыргыз являются, вот, известные там братья Минулины, вот, у нас народный писатель РБ Суфиан Паварисов, уже покойный, тоже был башкиром из рода, он писал на татарском, поэтому, как бы, писатель что определяет, на каком языке он пишет, да. То есть, ты можешь быть евреем, но ты пишешь на русском языке, естественно, ты русский писатель. Значит, Суфиан Паварисов, который филолог и писатель, известный профессор-юрист, Фанис Раянов, доктор юридических наук. Я напомню, что это была программа «История башкирских родов», у микрофонов были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «ШЖ», Салават Хамедуллин. До свидания. До свидания.